Андрей Орловский как-то говорил нам, что жалеет, что за всю свою карьеру так и не поставил себе хороший левый хук в печень. Есть какая-то техника, к которой вы жалеете, что не овладели? Я бы сказал левый хайкик, даже в общем, кик левой ногой, удар левой ногой в корпус, например. Я выбрасывал кучу таких киков на тренировках, ронял ребят левым киком в корпус, но в боях у меня это не получалось. И то же самое касается Кимуры. Я всегда рассматривал ее как сабмишн против крупных ребят, мою убийцу гигантов, но я провел больше 50 боев в профессионалах и так никого и не финишировал Кимурой. В зале, на тренировках Кимура много лет была моей фишкой, но в боях люди уже как-то научились видеть ее и не сказать, что в грэпплинге я первым делом искал именно Кимуру. Я пытался ее делать, когда уже был сильно уставшим или проигрывал поединок, поэтому это были не лучшие попытки. Не знаю, почему она так и не прошла, но, видимо, для этого я и здесь, чтобы она наконец прошла. Буду драться до тех пор, пока не сделаю кому-то Кимуру. Даниэль Кармье однажды рассказал, что спросил вас как-то, зачем вы продолжаете драться. И вы ответили, я все еще ищу свое идеальное выступление. Из всех 42 боев UFC, когда вы были ближе всего к идеалу? Я бы сказал, что в бою с Фабрицио Камоезом. Он перевел меня, и я сделал лучший армбар в своей жизни. Он был черным поясом третьей степени, и я исполнил не только свой лучший армбар, но и, пожалуй, один из лучших армбаров, который вообще когда-либо выполнялся в клетке. Именно с точки зрения техники. Ему просто некуда было выходить с этого приема, я засобинтил его из гарда. И вход в этот армбар, я никогда его не тренировал до этого. Да, я много работал над Рабергардом, хоть это и не моя сильная сторона, я не супергибкий, но даже в этих многих отработках Рабергарда мы никогда не тренировали вот этот переход из контроля соперника в Рабергарде к армбару. Я никогда в жизни не исполнял эту штуку, и потом уже после этого боя, за все эти годы, я только раз повторил ее на тренировке. А в бою КМС открыл бедро, чтобы ударить меня с левой руки, и дал мне угол, чтобы повернуться и выйти на этот армбар. Я тысячи и тысячи раз отрабатывал армбар, но ни разу с выходом на него из такой позиции в Рабергарде. А когда я уже взял руку, я знал, что делать, и суперплотно выкрутил ему ее. Я помню поединок с Дастином Парье, и вы тогда так ему отбили ногу лоу-киками, что на момент показалось, что он уже даже не сможет ходить. Почему вы не применяли эти удары в икру до этого? Я выбрасывал их, но понимаете, это очень больно. Больно выбрасывать и больно их принимать. Я считаю, что лоу-кик в икру это вообще не самый лучший кик, потому что вы остаетесь на дистанции, открытым для контратаки. Впервые я применял эти лоу-кики в поединке с Джо Лоузеном в 2012 году. Пару раз я даже сбил его с ног. Но знаете, у меня на тот момент не было хорошей набивки с закалки голеней. В итоге атак отшиб их, что потом у меня несколько лет не проходили гематомы. И плюс в кемпе потом к Пэту Хилле я еще усугубил ситуацию, отбил ногу еще сильнее. И несколько боев затем происходило так, что я бросал всего один лоу-кик, и нога у меня сразу же разбухала. Я шел на медосмотр после боя, и голень выглядела так, как будто к ней привязали подушку. Вот такого размера была опухоль. А потом, спустя годы, в 2016-м, я как-то начал активно бить лоу-кики в кемпе, и почувствовал, что чувствую себя хорошо. О, нормально все. А что касается боя с Парье, он сам начал бить мне лоу-кики в икру, и я такой подумал, погоди-ка, да я и сам могу бить ему в икру. После боя у меня опять нога выглядела неважно, но это уже было не из-за лоу-киков, а потому что я потянул боковую связку колена, когда делал тыкдал. Я проскользил ногой по канвасу, и у меня оторвался кусок кожи от колена, от стопы. Но от лоу-киков не было никакого ущерба голеням. Я также хорошо разбивал ноги, например, Николсу Мотти. Если вы смотрели бой, то понимаете, о чем речь. Эти лоу-кики явно повлияли на его действия, на его движение, и позволили мне подготовить решающий хук. Мы всегда спрашиваем у иностранных бойцов, сколько российских городов они знают. Теперь ваша очередь отвечать. Навскидку, Москва, Санкт-Петербург. Так. Вообще, вы знаете, я учил русский язык в школе, пять лет, с восьмого класса и до окончания старшей школы. Я все еще помню кое-что. Когда-то я очень хорошо знал язык. А учить его начал, потому что нам предлагали на выборы дополнительный язык. Немецкий, испанский, французский и русский. Я выбрал русский и заинтересовался только им. Помню, у нас была маленькая группа учеников, мы собирались в отдельный класс на протяжении всего года. Повторюсь, когда-то я был очень хорош, особенно в одиннадцатом-двенадцатом классе старшей школы. Я даже говорил немного по-русски с Хабибом, когда мы тренировались. Думаю, какие-то знания у меня все еще остались. Так, вы же просите назвать города. Честно, больше двух не назову. Вот так я сел в лужу. Давайте поговорим о тренировках с Хабибом. Вы же работали вместе больше десяти лет назад, верно? Да, это было больше десяти лет назад. Я не могу сказать, что мы долго вместе тренировались, но он приезжал в зал АМИ, когда я еще работал там. Мы погреплили, я не помню, был ли у нас настоящий спарринг. Он определенно впечатлил меня. Я помню, у нас было пару завязок в клинче, и я сразу понял, ого, здесь этот парень силен. Он был очень силен физически, очень техничен, хорош в борьбе корпус в корпус. Помню, у меня было небольшое преимущество, когда я работал в партере, со спины. Но так, в целом, видно было, что он сильный парень с большим потенциалом. Потом я несколько раз случайно виделся с Хабибом на турнирах. Он приятный человек. Сейчас чемпион, другой парень из их зала, Ислам Ахачев. Мне кажется, он лучше Хабиба в ударке. В партере он более разнообразен при атаках с обмишинами. В целом, как атакующий боец, он поинтереснее. Но Хабиба, он был очень силен в контроле. Люди знали, что он будет делать, и тем не менее, не могли его остановить. И он всегда дрался только от своей сильной стороны. Это то, чему нужно учиться всем нам. Найти то, что работает для тебя лучше всего, и опираться на это в поединке. И во второй части своей карьеры Хабиб вывел свою лучшую сторону на элитный уровень. Как думаете, чего вам не хватило, чтобы стать чемпионом? Вы провели 42 боя, шли когда-то на 7 победах подряд, потом был этот поединок с Бензеном Хендерсоном, когда вы уронили его в третьем раунде, но все-таки проиграли решением. А дальше пошло все как-то не так. Я думаю, в этом спорте все упирается в то, что нужно поймать правильный момент. Я шел на 7 победах подряд. У меня был рекорд 9-1 в UFC. Если бы я побил Бенсона, я бы быстрее всех в истории UFC набрал 10 побед. В тот момент в легком виссе сложилась такая ситуация, что в титульниках устроили два реванша подряд. Сначала Фрэнки дрался дважды с Биджей Пеном, а потом два раза подряд с Грэем Мейнардом. И между этими двумя боями у этих ребят еще были и травмы, из-за которых организация этот вес потеряла еще больше времени. А ведь за все это время можно было задействовать других претендентов. Мне приходилось драться на файтнайтах против сильных соперников. У меня были и другие проблемы. В 2013 году меня укусил клещ, и я заболел болезнью лайма. В итоге все возможности у меня выскользнули из рук. Мои пиковые годы были у меня просто украдены. Если бы я больше говорил, шел бы теми путями, которыми шли некоторые мои коллеги, использовавшие свой язык вместо боевых навыков, тогда, может быть, я бы и получил, что хотел. Но я предпочел вести себя по-другому. Что есть, то есть. Я знаю, что и сейчас, в свой лучший день, я могу побить кого угодно в мире. Проблема только в том, чтобы получить такую возможность, и потом уже проявить себя на 100% в день боя, заставить соперника играть по правилам Джима Миллера. Кстати, это правда, что за 42 боя в UFC вы сломали всего одну кость в теле? Косточку в районе верхней челюстной пазухи. Это было правдой до последнего боя. Я действительно за все предыдущие годы сломал только эту кость в бою с Дэном Хукером. Но вот в последнем поединке я еще и сломал большой палец на руке. Нанес всего два панча за бой и умудрился сломать палец. Панч зашел ему в лоб в район линии волос. И я сломал палец, три дня потом ходил в гипсе. В любом случае, мне повезло, что за всю карьеру я особо ничего не сломал, не сделал ни одной операции. Частично тут заслуга в генетике, частично в удаче, но и в том, что я старался драться умно, грамотно тренироваться. Основные травмы всегда случаются именно в зале. Летят колени, ломаются носы, орбитальные кости, челюсти, руки и так далее. Жизнь научила меня тренироваться умно. Я чуток в том, чтобы прислушиваться к себе, подходящий ли сегодня день для нагрузки, или лучше дать отдых, поработать налегке. Давайте напоследок проведем Блиц. Быстрые ответы на короткие вопросы. Самая большая физическая боль, которую вы испытывали в бою? Пожалуй, когда я первый раз дрался с Дональдом Сироной, и он довел этот фронткик в корпус. Там же он вообще в первом размене всадил мне колено в корпус, и в районе селезенки у меня появилась гематома. То есть в самом же начале боя мне пришлось нехорошо. А потом он начал втыкать эти фронткики. Думаю, большинство ребят просто бы сдались после такой боли в корпусе, но я смог добраться хотя бы до второго раунда. А потом каждый новый фронткик просто вышибал из меня дыхание. Я не мог напрягать пресс, чтобы смягчать удары. Уже дышал через рот, мне было фигово. Эти удары в корпус были такими жесткими и такими звонкими, что в один момент рефери показалось, что удар пришелся в капу. Звук был как будто металлический предмет. Я не знаю, точно его стопа прошила меня и ударила позвоночник. Ощущалось это так, как будто меня прыгнули ножом. Я упал, рефери кричит, ты в порядке? Я такой, это был удар по правилам, это удар по правилам. Так ты можешь продолжать? Да. Помню, что мне было очень нехорошо, может быть, стоило зафиксировать технический нокаут и остановить. Но в итоге я встал и получил вообще ногой в голову. Самая тупая ошибка, которую вы совершали в поединке. Таких было несколько, но одна, которая не давала мне покоя после боя, это когда я проиграл Диего Санчесу. Я в то время работал над новым удушающим, фишка которого в усилении давления на глотку. Я держал его у сетки, и там такой захват, что ты обхватываешь зону от подбородка до макушки. Этот удушающий, он по сути идет рука об руку с 10-пальцевой гильотиной. Там надо переходить с фронтальной части шеи на заднюю, менять угол. И я не поменял его, не переключился. Он защищался и поставил себя в позицию, когда его можно было душить 10-пальцевым замком. И я как-то не допер до этого. Помню, спустя несколько дней после боя я спал, и тут резко просыпаюсь. О нет, ты идиот, почему ты не поменял угол? Я даже не переключил замок, не поменял вообще угол. У меня была позиция, чтобы закрыть его в 10-пальцевом удушающем у сетки. И вот эта ошибка, она выделяется среди всех. У какого оппонента был самый высокий бойцовский IQ? Вы знаете, одним из самых разочаровывающих для меня боев в этом плане был бой против Энтони Петтиса. То, как он двигается, чтобы не давать борцу пройти, его антиборцовский футворк. За весь бой у меня ни разу не было ощущения, что вот сейчас я могу пройти. Ни разу не было ощущения, что могу нормально сократить дистанцию. Вот так он двигался, всегда был на маленький шажок впереди меня. Это очень бесило. И я так и не смог сократить дистанцию. От какого оппонента исходила самая мощная аура, подавляющая энергия? Когда я второй раз дрался с Оливьейрой, он просто прошел сквозь меня. Я выбросил лоу-кик, и он проехался сквозь меня. Ударил, заслэмил, у меня полетело плечо. Никто никогда до этого не сносил меня вот так. Я помню, когда бой закончился, я такой, это что такое было. Он просто надрал мне зад, очень ментально сильный, уверенный в себе. Самое удачное техническое перестроение, которое вы совершали по ходу боя. Я помню, когда я дрался с Моттой, я увидел хук, который может в перспективе зайти. Я не выбрасывал до этого момента хук передней рукой. А потом я заметил, что всякий раз в разменах он контратакует правой. И я четко увидел, ага, нужно бить хук на скачке, и он зайдет. И я думаю, что, я буду хопать на скачке, и это будет ламп. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!